МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На своих двухколесных велодорожку вдоль Новотроицкого шоссе опробовал транспорт байкеров и городских властей. Он же Федор, он же Лешенька. Амурская осень презентовала зрителю антрепризу о любви к Вруну. Умка на набережной. Благовещенские энтузиасты ищут деньги на полигональный арт-объект. И сейчас об этом и многом другом более подробно в эфире новости города в студии Татьяны Жуленева. Здравствуйте. И к первой теме. Осенний этап акции «Чистый город» стартует 25 сентября. Подключиться к массовой уборке власти традиционно просят жителей Благовещенска. Заявки от коллектива в предприятии принимают в управление ЖКХ. Его номера на ваших экранах. Собственникам, что хотят привести в порядок дворы, стоит обращаться в свои управляйки. С вывозом мусора все так же помогает ГСТК. Сами власти решили избавить город от полуразрушенных частных зданий. Когда дома уже нет, если от него только кусок торчит, выходит на центральную улицу или на большую магистральную улицу и находится в неудовлетворительном состоянии, в опасном состоянии. Еще и бурьян рядом, как правило. Поэтому их надо сейчас все выявить, сделать ревизию и дать предписанию. Предписание обяжет собственника навести порядок за две недели. Его исполнение власти намерены отследить. Велосипедная дорожка вдоль Старого Новотроицкого шоссе готова на 95%. Рабочим осталось установить 800 метров барьерного ограждения и фонари. Это сделают к 30 сентября. А пока на ней состоялся еще один пробный заезд. Его вместе с велогонщиками из Амурбайка сделал заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов. В конце велопути они пообщались с нашим корреспондентом. Пять с лишним километров велопути вдоль Новотроицкого шоссе. Пока преодолеешь, успеешь насладиться амурскими красотами. Тренер по плаванию Иван Болотин на двухколесном транспорте ездит больше 30 лет. Может, потому пейзаж проигнорировал. И все свое внимание обратил на ограждение, что делит вело и автозоны. Можно спокойно ехать, не бояться, что у тебя сейчас какая-то фура будет обгонять, тебя там снесет или каким-то камнем тебе прилетит. Если сравнивать с ездой по автомобильной дороге. То есть там всегда напряжение какое-то существует, что автомобиль здесь, ты можешь расслабиться немножко, что ли, и уже действительно ехать и отдыхать. Комфорт езды вдоль шоссе отметил и первый заместитель мэра Владимир Константинов. Сам заядлый велосипедист катается в основном по набережной, живет в двух кварталах. Но теперь ее есть с чем сравнить. Как сказать, набережная, она вот она, вышла с дома и поехала. Сюда нужно приехать, то есть это нужно несколько больше времени. Но я думаю, что здесь немножко интереснее будет. Да и набережная уже приелась. Во-первых, рельеф не такой, как на набережной прямой. Здесь есть спуски, подъемчики, это раз. Во-вторых, набережной ты едешь, если только между закрытельными столбиками ловируешь, а здесь есть естественные повороты. Для удобства велогонщиков, а также роллеров и любителей скандинавской ходьбы в начале трассы на третьем километре Новотройского шоссе оборудуют автомобильную стоянку на 70 мест. Уличное освещение появится на всем протяжении велопути. Нанесут на него и разметку. Велодорожка у нас стоимостью 34 миллиона рублей. Сюда вошла отсыпка земполотна, откосов, освещение, асфальтирование, бортовые камни. Ну и барьерное ограждение у нас по прохождению по Новотройцкому шоссе. Общая протяженность дорожки 6,8 километра. Помимо городского участка в 5 с небольшим километров вдоль Новотройцкого шоссе, она включает неполные два. Автодороги Благовещенск-Свободный. Целиком будет готова к 30 сентября. Кристина Добровольская, Юлия Анохина, Денис Лугов, программа «Город». На набережной Благовещенска в районе Ротонды поймали 30-сантиметровую змею. Она вела себя довольно миролюбиво, грелась на солнышке. Но прохожие рисковать не стали. Вызвали спасателей. И поступили мудро. Укус щитоморника, именно его поймали возле Ротонды, не смертелен, но может причинить немало хлопот, ведь змея ядовита. Приближаться к чешучатым спасателям настоятельно не рекомендуют. Они аккуратно ловят их и вывозят в район Верхнеблаговещенского. Его лес для змей – родной дом. Городские власти объявят очередной аукцион по отлову и содержанию бездомных животных. В рамках прошлого договора в питомник села Чигири удалось определить 150 безнадзорных собак. На сегодняшний день в рамках договора осталось ответить 20 голов. И на 70 животных у нас сейчас проходит процедура согласования аукциона. То есть это областные деньги. 70 животных мы планируем в начале октября тоже отыграть. Повлиять на численность безнадзорных животных могут и рядовые горожане. Их просят не оставлять питомцев на своих дачных участках с окончанием сезона. Действия на сцене, действия в зале. Конкурс антрепризных спектаклей фестиваля «Амурская осень» продолжила постановка «Однажды вечером». История, которая не дает расслабиться ни на минуту. Постановка из обмана, десятка масок, любви или одиночества. Каждый из зрителей решил для себя сам. Увиденное Светланой Соловьевой в нашем сюжете. Вот моя бывшая жива по кличке Холера всегда требовала, чтобы я сидел справа. А вы как любите? А мне все равно. Тогда я седу слева, чтобы у нас с вами все было наоборот. Знакомство на скамейке. Вроде все как обычно, но после того, как мужчина представляется Николай, девушка удивляется. Ведь вере одинокой женщине этот самый мужчина был любовником. Обещал, что переедет к ней жить, а сам сбежал. Теперь вот то ли забыл, то ли заврался. Могут ли отношения случиться заново, если он на самом деле не Коля, не Юра, даже не Лешенька-Хмырешенька, а Федя? Олег Харитонов, Виктория Тарасова подарили благовещенскому зрителю историю бесконечного одиночества и обмана. Куда едем? Не, ну толковое предложение, к вам в гости. Ну толковое, да. Ко мне? Да. А вы ведь были у меня уже в гостях. Юрочка, который оказался Колечкой. Пьесу Александра Гельмана «Скамейка» в рамках «Амурской осени» уже играли. Гоша Куценко и Ирина Пексимова. Да и вообще, этот сценарий популярный, поэтому в этот раз для проката автор сам переименовал историю в «Однажды вечером». Спектакль режиссер Антон Фигуровский сделал очень музыкальным. Так энергично отплясывали артисты, что одежда шла по швам. Каждый спектакль мы специально делаем. Здесь у нас дырки. Ну, конечно, нет. Я не контролирую иногда себя на сцене. Я, честно говоря, даже не заметил, но только в конце уже подумал. Я даже тоже не помню. Когда это случилось? Сказали с меня рубашка, но я не помню, когда я тебе ее провала. А, Анечка, уходи, я сказал. У вас дырка. Именно Олег Харитонов стал инициатором постановки. Сказал ему близко одиночество, наполнившее пьесу. Показанная в Благовещенске история уже съездила в Белогорск и будет сыграно в тынде. Светлана Соловьева, Андрей Белый, программа «Город». Абсолютно бесплатно в этом году можно посетить все конкурсные кинопоказы юбилейного фестиваля «Амурская осень». Короткометражные фильмы пока собирают неполные залы зрителей, но их все же больше, чем на показах конкурса иностранного кино. Интерес Благовещенцев не угасает второй год, и на это есть причины. Смотрим. Второй год подряд в рамках «Амурской осени» Благовещенские зрители встречают конкурс короткометражного кино. Тот случай, когда пропускать не имеет смысла. Эти картины больше никогда не покажут в наших кинотеатрах. К сожалению, такой формат искусства не в чести в российском прокате. Например, продюсер фильма «Мира», показанного в Благовещенске одним из первых, не видит будущего картины, если она останется без продолжения. Был замысел, он есть, сделать лимонах о выборе женщины, делать или не делать аборт. То есть, несколько новелл, которые входили бы в этот лимонах. Вот это первая новелла, абсолютно авторское высказывание. Сейчас присылают мне режиссер и сценарий. Я смотрю, выбираем. Это первая новелла. Так что, только как короткий метр, то я не задумывалась. Несмотря на непопулярность короткого метра, известные артисты появляются на экране часто. В представленных в первый конкурсный день лентах «Ладонь» и «302 Бис» сыграли Лиза Арзамасова и братья Добронравовы. Поэтому есть шанс увидеть их не только на экране, но и в зале. Они часто приезжают представлять ленты лично. Давай, снимаем. Только вкратчиво. Да, помнишь? Потомки. Не-не-не. Стой, стой, стой. Сейчас свет должен отслевать. Вот ты очень хорошо стоишь, очень красиво. Подворяйся на меня немного. Молодец. Давай. Чувственно, с подачи. Да? Ну, немножко энергичнее. Я не к кому-то обращаюсь. Поколение будет смотреть. Давай. Более того, есть шанс стать первым зрителем картины, отобранной из, не поверите, 450 кандидатов. Именно столько авторов направили для смотра свои работы. Александра Жукова, которая в этот раз отвечала не только за конкурс короткометражных лент, но и за другие номинации фестиваля, отдала предпочтение новинкам. Важно, что в этом году у нас больше часть премьер. У нас вообще 80% в конкурсах премьерные фильмы. Но в короткометрии участвуют 14 фильмов, для которых это абсолютная премьера. Они нигде не были показаны. В том числе, фильмы, например, отказались от участия в фестивалях на довольно значимом короткометражном кино, как Короче, например, в Калининграде, чтобы премьероваться на Амурской осени в Благовещенске. У конкурса короткометражных фильмов самые разнообразные показы фестиваля. Ведь если вам не нравится один всего, то нужно подождать 10 минут, и начнется другой. Может, именно он западет вам в душу. В этот юбилейный фестиваль члены жюри и зрителей оценят всего 24 работы. Кристина Добровольская, Светлана Соловьева, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Все от сотворения эхо-киношока до юбилейной Амурской осени. За один вечер в шатре. Сергей Новожилов, президент фестиваля кино и театра, вышел к зрителям с откровенным разговором. Спектакли отменяют, потому что артисты подводят. Даже друзья. Чаще всего друзья. Но, прилетая раз на фестиваль, многие становятся таковыми. О круговороте организации «Амурской осени» рассказал ее президент. Воспоминания о наводнении 2013 года нахлынули на него вместе со слезами на глазах. Долги за тот фестиваль Сергей Владимирович отдает из своего кармана до сих пор. А его тогда клещом. На теле «Амурской осени» называли. Но он не сдался. Говорит, музы даже во время войны не молчали. Были в одной деревушке, где бабушки, две такие, знаете, как во времена войны, совсем усохшиеся, как будто после Освенцима. Они стояли у своего затопленного домика разварюхи. Мне стало как-то действительно неловко. Я думаю, что, может, я совсем действительно с ума уже заболевал тут. Но они узнали меня и подошли и сказали, вы только нас не бросайте. Я говорю, а куда вот они даже приедут, артисты, где они будут выступать. Вы только приедете. В сентябре 2006 года в серьезной аварии погиб всеми любимый Алексей Локтев. Сергей Новожилов тогда тоже серьезно пострадал, но в аварии винит себя. Она, мол, наказание за то, что отметил 40-й день рождения. Президент «Амурской осени» верит в нумерологию. Во что еще, вы сможете увидеть в одной из рубрик «Лишний билетик». Следите за эфиром. Новогодние каникулы станут длиннее, а выходные по случаю майских праздников короче. Минтруд сформировал график выходных и праздничных дней на 2018 год. В общей сложности россияне отдохнут 27 дней. Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января включительно. На день дольше, чем в прошлый раз. С 23 по 25 февраля страна будет отмечать праздник защитников Отечества. Он выпал на пятницу. Международному женскому дню чиновники подарили 4 дня. С 8 по 11 марта. А вот субботу 28 апреля они решили сделать рабочий. Это позволит отдохнуть на майских праздниках 5 дней. С 29 апреля по 2 мая в честь Дня труда, 9 мая по случаю годовщины Великой Победы. В календаре на июнь красным отмечены три числа. 10, 11 и 12. Ради Дня России придется поработать в субботу 9-го. Народное единство мы будем честовать с 3 по 5 ноября. У Благовещенской появится двухтонный белый медведь. Установить арт-объект на набережной Благовещенска пожелала группа энтузиастов. Идея Благовещенского предпринимателя Ильи Михеева поддержали друзья. Вместе с дизайнерами они сделали проект скульптуры. Медведя изготовят из металла методом полигональной сборки, из многоугольников. В длину он будет 2 метра, в ширину 4. Арт-объект расположен на улице Краснофлотской, недалеко от площади Ленина. Илья уверен, медведь станет визитной карточкой города. И порода его не случайна. Двоякий подход у этого медведя. Есть момент нежности материнства, какая-то ассоциация с сумкой. И второй момент, что это все-таки суровый зверь, это сильный зверь, это символ победы, удачи, это символ мужества. Сейчас у нас есть исторические памятники и есть то, что мы реально создаем прямо сейчас. На то, чтобы воссоздать белого медведя, необходимо 500 тысяч рублей. На счет энтузиастов уже поступили первые средства от горожан. Если их будет больше, скульптуру установят уже в начале ноября. Двое благовещенских спортсменов и один священнослужитель совершили путешествие протяженностью в 20 тысяч километров. На то, чтобы побывать во всех местах служения святителя Иннокентия, они потратили 4 месяца. В Благовещенск возвращались три раза. Вне таймаутов посетили Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Якутск и Аляску. В каждом из городов устроили демонстрационные заплывы. Во всех местах служения провели эстафету и свечу памяти. Это когда спортсмены плывут со святым огнем. Это было впервые. И такое зрелище приводило восторг всех зрителей, которые впервые это видели. В американском Анкоридже делегация спортсменов встретилась с алиутским епископом Дэвидом. В подарок ему привезли икону Албазинской Божьей Матери. И семитомника жизни святителя Иннокентия. На Уналачке был установлен православный крест на горе. И опять-таки сложилось чудесным образом. Нашелся, появился человек, который за один день сделал этот крест. И стали, вот, нашли как укрепить. Все было согласовано. Ну и наши спортсмены преодолели мужественный этот огромный подъем на гору. Горожан приглашают отправиться в свободное плавание. Так называются занятия без тренера. Продажу абонементов на них открыл бассейн «Надежда». Для удобства посетителя он будет работать допоздна. По понедельникам плавать можно до 8 вечера. В остальные будние дни – субботу до 21.30. В воскресенье – до 19.00. В бассейн пускают как по разовому билету, так и по абонементу. Подробное расписание часов свободного плавания можно посмотреть на нашем сайте. Не заблудиться в трех соснах. Такую задачу на городском турнире по спортивному ориентированию поставили сотни участников. Выполнить ее взялись 25 ребят и 80 взрослых. В поисках контрольных пунктов они бегали по сопкам маховой пади. Насколько успешно, знает Юлия Анохина. Побежал не туда, заблудился в трех соснах, намотал лишний круг. Добрая половина участников проклинала лес маховой пади. Найти КП в кустах нелегко. 14-летняя школьница Елизавета Чалая пять лет занимается танцами. Но к такому была не готова. Решили с подружкой по компасу пойдут. А оказалось, нужна выносливость. Очень трудно бегать. И из-за того, что время ограничено, надо быстрее и быстрее что-то найти, быстрее куда-то прибежать. Поэтому очень трудно. Бегать по сопкам. И также прыгать в какие-то глубокие ямы. Самые быстрые вышли из леса через 15 минут. Среди них председатель областной федерации ориентирования и тренер Мария Максименко. В ее активе 20 тысяч найденных КП и целая тысяча состязаний. На участие в этом сподвигло 40 учеников. Они уже ко всему привыкли. Получалось, что в октябре месяце мы бегали по воде, по пояс. Была слякоть. У нас обувь утопала в грязи. Вот это вот все. Но после того, как пробегаешь, все равно вспоминается все самое лучшее. И получили максимум удовольствия. Все грязные, мокрые. Но зато победители. Победители городских соревнований по спортивному ориентированию определяли три дня. Призовые места забрали самые быстрые и хитрые. Нужно спланировать дистанцию оптимально. То есть, чтобы не бегать вверх-вниз, а, допустим, поднялся, потом траверсом прошел дистанцию и спустился. Как можно меньше набора высоты. Здесь нужно, конечно, думать. Думать и еще раз думать. Лучшие спортсмены отправятся на всероссийские соревнования во Владивосток. Они пройдут в начале октября. Юлия Анохина, Денис Лугов, программа «Город». Аэродром Досав вблизи Тамбовки оккупировали террористы. 35 воспитанников военно-патриотических клубов со всей области освобождали его в рамках игры. Каждая из семи команд предстояло поразить мишень гранаты, преодолеть проволочное заграждение, перенести раненого в медсанбат и оказать ему первую помощь. Для меня было все весело, особенно ранения в ногу. На вражеской мине подорвался и попал осколок в левую ногу. Осколки в левую ногу попали командирам каждой из команд. Соратники должны были спасти их на скорость. Я считаю, что наши ребята, как и девушки, они должны проходить, если не начальную войну подготовку, но быть готовы к защите Отечества. Многие из тех ребят, которые проходят у нас подготовку, в том числе парашютную, тактическую подготовку, они потом идут с удовольствием служить. И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание. Всего самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин